Здравствуйте! Мы продолжаем нашу рубрику «Тема дня». И сегодняшняя наша тема – русский народный музыкальный инструмент «Трещотка» или «Трескуха» или «Идиафон». При археологических раскопках в Новгороде в 1992 году были найдены две дощечки. Которые, по предположению Поветкина, входили в комплект древних новгородских трещоток в XII веке. В свадебном обряде при использовании венчальных песен с припляснами использовались именно трещотки. Хоровое исполнение венчальных песен сопровождались нередко игрой целого ансамбля, насчитывающей иногда более десяти человек. Во время свадьбы трещотки украшали лентами, цветами, иногда бубенчиками. Как инструмент для звуковой сигнализации могут быть использованы трещотки, представляющие для оповещения людей, например, как пользоваться сторожа при обходах. Трещотки состоят из набора 18-20 тоненьких дощечек, обычно дубовых, длиной 16-18 см. Они соединяются между собой плотной веревкой, продетой в отверстие в верхней части дощечек. Для разделения дощечек между ними вверху вставляются небольшие пластинки из широкого дерева, шириной приблизительно 2 см. Существует и другая конструкция трещотки. Прямоугольный ящичек с помещением внутри деревянно-зубчатым колесом прикрепляется к маленькой рукоятке. В одной из стенок этого ящичка делается прорез, в отверстие которого неподвижно укреплена тонкая упругая деревянная либо металлическая пластина. Трещотки держатся за веревками двумя руками, резкие или плавные в режиме позволяют извлекать различимые звуки. При этом руки находятся на уровне груди, головы, а иногда поднимаются, чтобы привлечь внимание своим внешним видом. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.